О количестве погибших от так называемых внешних причин в третьем квартале этого года доложил Валерий Гринько, начальник Пинского ГУВД. Всего семь человек ушло из жизни. Причинение тяжких телесных повреждений привело к смерти мужчины. И причина трагедии в данном случае банальна. Причиной послужило совместное распитие спиртных напитков с такими же лицами, которые не работали, злоупотребляли спиртными напитками. В результате возникшая конфликтная ситуация и результат то, что человеку были причинены телесные повреждения, которые повлекли смерть. Еще одна причина смертности от управляемых причин – дорожно-транспортные происшествия. В третьем квартале три человека погибли в результате ДТП. В одном случае водитель Столинского автобуса сбил насмерть пенсионерку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. В другом – житель Лунинца, паркуясь, наехал на пожилую женщину, которая умерла от телесных повреждений. Еще одна авария со смертельным исходом произошла с участием мотоциклиста. Каждый случай и возможности предотвращения трагедии были рассмотрены детально. После внесения представлений со стороны Следственного комитета на Шопинском международном отделе данная разметка была нанесена. В дальнейшем, вот сейчас, я думаю, все, большинство здесь водителей складываются, сталкиваются с ситуацией. На прошлом исполкоме было указание ЖКХ, нанести эти искусственные неровности. Нанесли их, однако сейчас уже люди к нам уже обращаются на прием. Почему? Потому что искусственные неровности нанесли, но знаки не поставили. Участники совещания обратили внимание и на случаи суицидов. За три предыдущих месяца добровольно ушли из жизни три человека. Два из них трудоспособного возраста. За третий квартал текущего года не зарегистрировано фактов смерти, наступивших в результате немедицинского потребления наркотиков. Я хочу отметить, что действительно третий квартал у нас пошел довольно-таки, скажем, плачевно. Как я уже отмечал, от внешних причин у нас погибло семь человек, в прошлом году было три человека. Определенная работа по предупреждению фактов гибели от внешних причин проводится. Но она, судя по данным статистики, явно недостаточно. О случившихся пожарах доложил заместитель начальника Пинского ГРУЧС Владимир Рябых. 13 случаев пожаров было зарегистрировано в прошедшем квартале. В огне погиб один человек из-за курения в постели в нетрезвом виде. Случай рассмотрели факт. Мы должны по идее сделать вывод и как-то постараться, чтобы на будущее аналогичной ситуации не возникало. Личная беспечность, излишняя самоуверенность приводит к гибели граждан на воде. Три человека, купаясь в жаркую погоду в реке, пренебрегли элементарными правилами безопасности и утонули вне зоны действия спас-поста. Наступает сильный период с перволюдия. Это проблема рыботов. Мы начали активную работу по школам. Приятелем. По мнению председателя горисполкома, причинами гибели людей можно управлять. Важно сосредоточить силы всех заинтересованных служб на профилактической работе. Продолжение следует...